Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня у нас тема касается развития мышления. В первую очередь поговорим о 7 основных ошибках, которые приводят к значительной потере капитала. Что это? Когда это возникает? И почему на самом деле это приводит к потере капитала? Потому что они тянут одна другую, и в большинстве своем любое снижение стоимости капитала, стоимости активов приводит к тому, что люди эмоционально хотят быстро компенсировать эти ошибки, быстро компенсировать эти потери. Здесь начинается история, связанная с тем, что найти какого-то волшебного гуру, найти какую-то суперторговую систему, найти торгового робота, быстренько перехватиться на крипте, отдать деньги кому-то в доверительное управление. И это приводит к тому, что люди, в принципе, теряют капитал. То есть, относительно небольшие ошибки, которыми можно управлять и с которыми вы в любом случае столкнетесь, я думаю, что каждый из вас напишет в комментарии, какие ошибки совершает лично он, могут привести к тому, что, в принципе, весь капитал может быть потерян. Поэтому, чтобы такого не произошло, чтобы как-то защититься в эти непростые времена, когда риск ошибки достаточно высок, чтобы он не был трагическим по своим последствиям. И записал данное видео, смотрите до конца, думаю, действительно, оно может в текущий момент быть для вас очень полезным. Итак, первая, наверное, основная ошибка, в последнее время мы много про это говорим, про эффект штанги, это влюбленность в актив, можно его назвать, это инвестиция в один класс активов, отсутствие диверсификации, когда человек выбирает одну страну для инвестиций, выбирает один класс активов. Кто-то влюбляется в этот класс активов, кто-то для кого-то недвижимость, для кого-то золото, для кого-то криптовалюта. И в данном случае именно класс активов, криптовалюта, и там куча коинов, недвижимость, и там куча классов. Недвижимость это жилая недвижимость, коммерческая недвижимость, гаражи, участки, сельхозземли. Для кого-то это там драгоценные металлы, да, золото, платина, палладий, серебро. Для кого-то это там акции американские, да, и только дивидендные аристократы. Для кого-то технологические акции. То есть чем уже сфокусировано ваше внимание, чем больше есть влюбленности в актив. Причем эта влюбленность, она может быть вызвана тем, как вы пришли, в принципе, к вопросам инвестирования, да. То есть пришли вы через блогера, который говорил про недвижимость. И теперь вы там адепт недвижимости. Пришли вы через блогера, который инвестирует в американский рынок, и вы сейчас сторонник только американского фонда Воринга. Вот эта вот узость мышления в итоге приводит к тому, что на рынке очень много некомпенсируемого риска. Что такое некомпенсируемый риск? По сути это риск, который сложно предугадать, который сложно спрогнозировать, который вы в рамках своей деятельности не можете предсказать. У вас нет плана Б, и как я часто люблю повторять, если вы не видите рисков, это не значит, что их нет. Наоборот, вы находитесь в более уязвимом положении, то есть не имея критического мышления, да, то есть подвергать всего сомнению. В этом как раз таки заключается основная ошибка. И когда здесь, в этом классе активов или в этой стране происходят какие-то траблы существенные, происходит и существенная потеря капитала. То есть там инвестировали в технологический сектор в 2022 году, бамс, минус 40% всего индекса, да, и минус 70% по акциям, которые были куплены. Инвестировали, я не знаю, там в китайский рынок, да, то есть Alibaba, Buffett покупает, Monager покупает, то есть покупают акции Alibaba, вы тоже его взяли там на хайпе, затарили акции. Бамс, 2021 год, локдаун, нулевая терпимость ковиду, акции улетели в трамп-терроры. Инвестируйте в российский фондовый рынок, исключительно российский фондовый рынок в акции, да, 22 год, в февраль-март месяц, бамс 50%, да, отдельной компанией минус 70%. И поэтому получается, что вот первая такая ошибка, это узкая диверсификация по классам активов и по странам. Старайтесь этого избегать, да, то есть благосостояние, оно должно базироваться не на одном каком-то столпе. Даже если вы считаете, что вы там уже не один год здесь работаете, у вас есть экспертиза, пусть оно базируется на нескольких столпах. Конкретно моя ситуация, да, то есть если я понимаю в российском рынке ценных бумаг, если я знаю, как выбирать акции российских компаний и ничего не понимаю, не знаю, в недвижимости, то в этом случае просто нужно найти человека, который покупает недвижимость и минимизировать свои риски, да, минимизировать за счет коллективного владения, минимизировать за счет того, что человек этим исключительно занимается. И, соответственно, таким образом добавить туда золото, да, то есть какими-то низкими затратами на покупку, на хранение, да, то есть что можно сделать в этом случае. Купить американский рынок ценных бумаг. В этом случае какой широкий индекс, да, то есть не те только технологические компании, а в принципе там купить все, чтобы там и технологические компании были, и индустриальные компании были. И, соответственно, в этом случае купить просто широкий индекс американских компаний. На уровне той инфраструктуры, которую я могу иметь, можете присоединиться к проекту «Миллион долларов за 8 долларов в день», где маленькими небольшими шагами синергия плана по увеличению активного дохода и те средства, которые я направляю для создания капитала каждому из своих четырех детей, вы можете спокойно копить в следующие 10 лет и создать капитал для безбедного существования. Вторая ошибка – это ориентация на спекулятивный доход, а не на инвестиционный. Что значит ориентация на спекулятивный доход? Когда вы размещаете свой капитал в инструменты, прибыль которых образуется за счет изменения цены актива. Купил по 100, продал по 200. Сделать иксы, да, то есть вот эта вот история. Везде, где можно сделать иксы. Иксы делаются, как правило, в каких-то хайповых темах, в ситуации, когда очень много неопределенности, в ситуации, когда непонятный инструмент, непонятно, за счет чего генерируется прибыль. Очень сложно провести оценку, но возникает сиюминутный высокий спрос. То есть вот что-то такое, идея классная, идея офигенная, да. И появляется большое количество желающих купить, не понимая, как там генерируется прибыль. И стремление заработать на разнице цены. Купить по 100, продать по 200, по 300. И в данном случае примерами могут являться те же самые криптовалюты, да. То есть за счет чего образуется прибыль? За счет того, что вы купили там, я не знаю, по 10 тысяч биткоин, да, продали по 30 тысяч. И для того, чтобы получить прибыль, то есть как идентифицировать спекулятивный доход, чтобы вам получить прибыль, вам нужно сократить долю владения. То есть купили там 2 биткоина по 10 тысяч, у вас 2 биткоина стоят там по 30 тысяч, то есть 60 тысяч. Вам для того, чтобы получить свою прибыль, вам нужно 1 биткоин продать. Или с доллара купили там по 50 рублей, продали по 100 рублей. Чтобы получить прибыль, вам нужно продать какое-то количество долларов и уменьшить количество владения. На отскок заработать, да? Акция упала в цене, какая-то технологическая компания, смотрите, упала в 90%. Стоила 100 рублей, стоит 10 рублей. И вы рассчитываете, что вы прибыль получите не от денежного потока от этой акции, а что она там с 10 рублей восстановится до 50 рублей. Условно половину роста компенсируется, и вы заработаете свои x5, да? За счет того, что бумага отскочила. То есть, когда вы ориентируетесь исключительно на спекулятивный доход, по сути, вы на что ориентируетесь? Вы ориентируетесь на том, что разочаровавшаяся толпа, которая слила актив и потерпела убыток 90%, что в какой-то промежуток времени этот негатив пройдет и появится как минимум 50% тех, кто захочет в этот актив вернуться. И в этом случае это такая очень шаткая позиция, да? Связана тем, что работа на отскок. Ориентируйтесь не на спекулятивный доход, а на дивидендный доход, да? Какую дивидендную доходность получаете? Следующая ошибка – это использование заемного капитала, левериджем. Использование заемного капитала возможно через различные инструменты, через маржинальные счета брокерские, через то, что вы берете потребительский кредит и эти деньги направляете на фондовый рынок. Народная мудрость гласит, да? Берешь чужие на время и отдаешь свои навсегда. Причем отдаешь больше, чем взял. И здесь получается, что когда вы приходите, ошибка, с целью получить спекулятивный доход, заработать иксы, в этом случае, соответственно, вы говорите, хорошо, я возьму потребительский кредит или ипотеку под залог своей недвижимости, там под 12-15% годовых потребительский кредит, там по 20-30% годовых, вложу в биткоин и куплю его сейчас по 20, потому что он будет стоить 60, криптовесна закончится и заработаю. Вы несете очень высокие риски, потому что если не будет 60, то кредит, который вы взяли, нужно будет отдать плюс проценты, и тогда возникает вопрос, за счет чего вы будете эти проценты покрывать, если мы говорим про потребительский кредит. Если мы говорим про маржинальное кредитование, когда вы на заемные деньги покупаете активы, брокер всегда следит за достаточностью уровня маржи, которую вы взяли. Если вдруг активы начнут падать, брокер будет вас принудительно закрывать и, соответственно, продавать активы, которые вы сами продавать не хотели бы, но вынуждены это делать, потому что не сможете предоставить дополнительное обеспечение. И здесь происходят тоже потери. Четвертая ошибка – это торговля на новостях. И вообще, в принципе, торговля, о чем я уже сказал, да, то есть когда включаются эмоции, когда люди начинают торговать на новостях, особенно на негативных новостях, несмотря вглубь того бизнеса, который покупаете. Когда происходит не инвестиция, а торговля, опять же, торговля, как правило, вызвана, обусловлена предыдущей ошибкой, что люди хотят получить спекулятивный доход, то в этом случае риск эмоционального раскачки очень высокий, да. Все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, нужно срочно продавать. И актив находится в минусе, вы еще в активе сидите с плечом, торгуете новостями, хотели получить спекулятивный доход. Вот они, предыдущие три ошибки наложились. Бах, да, итоговый синергетический эффект, минус 50% по депо, и тут возникает желание быстренько компенсировать убыток в 50% по портфелю. А чтобы его компенсировать, нужно заработать 100%. Ну, то есть у вас актив стоил 100 рублей, на 50% упал, стоит 50 рублей. То есть, чтобы человеку выйти в ноль, ему нужно заработать не 50% от 50, а ему нужно от 50 рублей заработать 100%, чтобы выйти в ноль. И это очень сильно дергает на эмоции, и человек судорожно начинает искать какие-то альтернативы. Я очень много видел таких историй. Ко мне лично очень много запросов по этому поводу. Максим, я потерял 60% на крипте в 2022 году. Что там у тебя есть на фондовом рынке? Может быть, использовать леверидж, заемный капитал, поторговать какими-нибудь фьючерсами и опционами. То есть, видите, одна ошибка, к чему приводит. Я в этом случае, если бы был недобросовестным человеком, сказал, да вообще не вопрос. То есть, давай там заводи, сейчас откроем тебе брокерский счет, с плечом купим замещающие облигации, заработаем на курсовой стоимости, на купоне, а тут ставка по кредитованию будет гораздо ниже. У тебя будет положительная доходность. В принципе, за 2-3 года все это компенсируем. Ценник вот такой, 30% с полученного профита. Я мог бы так поступить. Но при этом я говорю, ты находишься сейчас в очень большой зоне риска. То есть, для того, чтобы компенсировать эти потери, ты и так уже находишься в очень печальной ситуации. И ты готов сейчас на все. И любой человек, который тебе покажет хоть какую-то капельку надежды и умолчит об остальных рисках, на самом деле может привести тебя к тому, что ты потеряешь все. Это такая большая история, связанная с тем, что когда одна маленькая ошибка, к чему непосредственно может привести. Следующая ошибка заключается в том, что люди покупают то, что не понимают. Ну, то есть, они не понимают, за счет чего генерируется прибыль. Но вокруг этой истории какой-то очень большой ажиотаж. И давайте, наверное, мы уже отойдем немножко от истории с криптовалютами. Подойдем к истории. Точно сейчас уже не помню, был такой проект в Америке, там Стив Джобс в юбке называли девушку, которая типа сделали новую технологию. Вы там делаете укольчик в палец, отправляете нам чуть ли не по e-mail результаты или тесты. А мы вам, соответственно, выкладку всю генетическую делаем. И не могли объяснить, как это работает. Но, блин, прикольная же тема. То есть, вы там себе кальнули пальчик, что-то где-то куда-то отправили, и вам всю раскладку показали. В итоге непонятно было, за счет чего генерируется прибыль, за счет каких научных исследований это достигается, кем это что-то подтверждено. Но, блин, идея классная. Идея классная. Деньги собирать непосредственно можно. И очень много стартапов по этому принципу формируется. Всегда, когда стоит вопрос, что вам говорят «дай денег» или «вложи в меня денежные средства», у вас должно быть четкое понимание, где зарабатывает компания, где она зарабатывала до этого, куда она возьмет ваши деньги, которые вы ей непосредственно даете. И тогда вы можете посмотреть, как компания росла до этого, какая у нее маржинальность, что у нее с выручкой, что у нее с размером чистой прибыли, для чего она в конечном счете берет деньги, и где здесь будет ваша прибыль. Понимаете? Покупайте. Если вы не понимаете, откуда формируется прибыль, то в этом случае воздержитесь от инвестиций. То есть даже Баффет говорил, я покупаю те бизнесы, которые мне понятны, которыми я пользуюсь и которые мне нравятся. То есть мне нравилось бриться там с танками Gillette, я покупал акции компании Gillette. Мне нравится Coca-Cola, я ее всегда пью, я покупаю акции компании Coca-Cola. Мне нравились продукты в McDonald's, я покупаю акции компании McDonald's. И потому что это понятно вам, это понятно другим, и, соответственно, это такой хороший кэшфлоу. Тоже одно из больших ошибок, с которыми сталкиваются на начальном этапе, когда люди переоценивают свои возможности. И причем здесь нужно некое дополнение. Переоценивают возможности на коротком промежутке времени и недооценивают свои возможности на длительном промежутке времени. Еще раз, каким образом к этому можно пойти, подойти немножко по-другому, да, посмотрите на свои доходы 10 лет назад. Ну, то есть, если вы там уже во взрослом возрасте, вам там 30-40 лет. То есть, какие у вас доходы были 10 лет назад, какие доходы у вас непосредственно сейчас, да, сколько бы вы могли направить на инвестиции. Если бы вы не купили, да, то есть, очень хорошая рекомендация, может быть, запросите в бюро кредитных историй, историю по вашим кредитам, кредитным картам, потребительским кредитам, ипотекам, сколько выплачено было денег, сколько выплачено было процентов. Какую вы могли бы получить альтернативную доходность, если бы разместили под 10% годовых все эти выплаченные деньги. Очень хорошая история, связанная с тем, чтобы показать, да, когда люди себя недооценивают на коротком промежутке времени, пример может быть, высокая инфляция, цены на недвижимость постоянно растут, зачем мне это делать, да, зачем мне с этим риском мириться, я никогда не заработаю на квартиру, лучше возьму ее непосредственно в ипотеку. Люди берут в ипотеку, не рассматривая для себя альтернатив. Поэтому это такая важная история, которая как раз таки, попробуйте еще раз, чисто для себя попробуйте, увеличить горизонт инвестиций, потому что, когда вы увеличиваете горизонт инвестиций, это вам позволяет прийти к своей собственной цели с гораздо меньшим уровнем риска. Люди недооценивают рисков еще раз. То есть, когда они хотят сделать X3, скорее всего, они с вероятностью там 60-70% столкнутся с риском потери 50% инвестированных средств. Вы 5 лет копили деньги, потом вас кто-то сагитировал там в коины какие-нибудь вложить, и получить X3, X5, X10, а в итоге получили минус 50% от того, что вы копили на протяжении 5 лет. То есть, два с половиной года жизни и накопление втором-тороры улетело. И здесь это важная история. То есть, всегда помните этот посыл, что я себя переоцениваю на коротком промежутке времени и недооцениваю на длительном промежутке времени. Ну и последняя ошибка, седьмая, это люди очень эмоционально относятся к потерям, чрезмерно эмоционально, потому что от денег зависит наша безопасность, от размера нашего капитала зависит наше спокойствие. И, естественно, когда капитал уменьшается, то в этом случае мы теряем это спокойствие, у нас появляется страх, все стало плохо, и ничего сделать невозможно. В этом случае я настоятельно рекомендую прочитать книгу Дейла Карнеги. Очень много я ее советовал читать, немножко из другой плоскости, не «Как приобретать друзей, оказывать влияние на людей». Книга называется «Как перестать беспокоиться и начать жить». То есть, дайте, во-первых, себе возможность. Ну, то есть, первое, ничего не предпринимайте. Когда происходят потери, и значительные потери капитала, с нашей нейрофизиологией ничего не сделаешь. То есть, первое, будет реагировать мозг рептилии. И мозг рептилии как раз-таки реагирует, там, убегая такой. То есть, убегай, это закрыться, ничего не делать, смириться, плакать, что я потерял, там, 50% своего капитала. Второе, атакуй. Найти какого-нибудь блогера, прийти к Максиму, сказать, «Ты же такой умный, да, то есть, давай, там, используем леверидж, я готов, там, тебе половину прибыли отдать, только восстанови мне этот капитал». И опять-таки, это может быть не только Максим, это может быть любой другой человек. И не факт, что вы попадете на человека ответственного, на человека честного, на человека порядочного. Кто-то увидит возможность просто быстро за деньги заработать. Сделать в договоре кучу ограничений, да, с юридической точки зрения подобраться, комар носа не подточит, но в итоге могут быть еще большие потери. Поэтому первое, что стоит сделать, когда так эмоции начинают шарахать, дать, ну, просто прописать собственный принцип, что я перехожу к активным действиям через 48 часов. Вы ничего не можете со своей 200-тысячелетней нейрофизиологией, которая формировалась на протяжении 200 тысяч лет, вы ничего не сможете сделать, да, то есть первые 48 часов ничего не делать. Вот единственное, что можете сделать, никому не звонить, ничего не искать, закрыть все вещи информационные тоже, выйти, выдохнуть куда-нибудь. После этого, соответственно, начинает работать лимбическая система, страх и жадность, да, то есть попытки что-то найти. Потом только через 48 часов начинает нормально работать неокортекс. И здесь нужно просто понять, что за потери, чем они были обусловлены, чем они были вызваны, и пойти по тому пути, сказать, признать, что да, это мои потери, да, я потерял 50% капитала, но 50% у меня остались. И, соответственно, что можно сделать с ними? Мне их надо восстановить не сейчас за месяц, не сейчас к концу года, и не на следующий год. Я понимаю, что я понес рыночные риски. Причиной тому были одна из ошибок, которую я уже совершил. Давайте вот на восстановление именно этих 50% оставшихся, я даю себе 4 года. За 4 года это будут хорошие активы, которые генерят денежный поток, которые я получаю с инвестиционной составляющей дохода, кэшфлоу, который я получаю. Чтобы мне за 5 лет удвоить капитал, сколько мне эти активы должны нести? Они мне должны нести там в районе 10-15% годовых. Нормально. Потому что, понимаете, в первом случае, если вы скажете, я через месяц должен прийти в ноль, вы берете леверидж, вы берете спекулятивный капитал, вы берете иксы, вы начинаете торговать, торговать новостями, да, и риск того, что от оставшихся 50% еще 50% сольете, очень велик. В случае, если вы говорите, окей, я это принял, я даю себе спокойно 5 лет на то, чтобы восстановиться в ноль, вот по этим 50%, то тогда, да, тогда я просто, ну, окей, просто будет чуть-чуть подольше. Но я ставлю себе задачу увеличить свой активный доход на 20%. И, соответственно, за счет своего активного дохода, я оставшиеся суммы, мне будет просто больше денег на то, чтобы делать дополнительные инвестиции ежегодно. Кстати, друзья, если вы хотите использовать такую историю, вам подходит, у нас есть план пошаговый активного увеличения дохода. Ссылка на данный план будет под данное видео, проходите, забирайте. И это может быть хорошим решением, потому что, я думаю, много людей по итогам 2022 года, кто оказался в убытках. И думаю, что вам будет хорошим подспорьем история, связанная с тем, как сохранить свой доход на прежнем уровне, как его увеличивать, увеличивать достаточно активно. И, соответственно, не нужно пытаться потери 2022 года компенсировать в 2023 году. Риски очень высокие. Увеличьте горизонт инвестирования. Мы, как можем, поможем. По ссылочке еще раз забирайте пошаговый план. Ну, а у меня сегодня на этом все. Если понравилось видео, обязательно поставьте лайк, напишите свои собственные комментарии. Напишите комментарии по итогам того плана, который вы забрали. То есть, как он вам нравится, не нравится, начали внедрять или нет. И буду рад помочь вам приумножить капитал и в 2023 году, и в следующие 10-15 лет. У меня на этом сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok